Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители! Сегодня 28 января, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы, я, Юрий Смирнов. И я, Юлия Анна Шахова. 28 января 1820 года была открыта Антарктида. Первой русской антарктической экспедиции под руководством Фадея Фадеевича Беллинсгаузена. И Михаила Петровича Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». В июне 1819 года капитана 2-го ранга Фадея Беллинсгаузена назначили командиром трехмачтового парусного шлюпа «Восток» и начальником экспедиции для поисков шестого континента, организованной с удобрением Александра I. Капитаном 2-го шлюпа «Мирный» был определён молодой лейтенант Михаил Петрович Лазарев. В июле 1819 года суда вышли из Кронштадта. 28 января 1820 года корабли Беллинсгаузена и Лазарева в районе берега Принцессы Марты подошли к неизвестному льдинному материку. Этим днём датируется открытие Антарктиды. Ещё трижды в это лето они пересекали Южный Полярный Круг, в начале февраля вновь приблизились к Антарктиде у берега Принцессы Астрид, но из-за снежной погоды не смогли её хорошо рассмотреть. В марте 1820 года, когда плавание у берегов материка из-за скопления льдов стало невозможным, суда по договорённости разлучились, чтобы встретиться в порту Джексон, ныне Сидней. Беллинсгаузен и Лазарев отправились туда разными маршрутами. Были произведены точные съёмки в Пелага Туамоту, обнаружен ряд обитаемых атолмов. В ноябре 1820 года корабли вторично направились в Антарктиду, обогнув её со стороны Тихого океана. Были открыты острова Шишкова, Мордвинова, Петра Великого, земля Александра I. В феврале 1821 года, когда выяснилось, что шлюп Восток дал течь, Беллинсгаузен повернул на север и через Рио-де-Жанейро и Лиссабон в августе 1821 года прибыл в Кронштадт, завершив своё второе кругосветное путешествие. Участники экспедиции пробыли в плавании 751 день. Прошли более 92 тысяч километров. Были открыты 29 островов и один коралловый риф. Сегодня 28 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сейчас мы расскажем вам о событиях мировой истории в 20 веке. 28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы. Первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. Несколько слов о зарождении женского образования в России. Одними из первых в 1869 году по инициативе Паульсена были открыты Аларчинские высшие женские курсы в Петербурге и Лубянские в Москве. В 1872 году появились высшие женские медицинские курсы при медико-хирургической академии в Петербурге. С 1876 года высшие женские курсы создавались в соответствии с правительственным постановлением по инициативе и на средства общественности. В Петербурге действовало общество для доставления средств высшим женским курсам. Во многих городах открылись отделения общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию. В 1878 году в Петербурге были созданы бестужевские курсы. В 1879 году по университетской программе реорганизованы курсы в Казани. К учебному заведению университетского типа эволюционировали историко-филологические курсы Герье и физико-математические лубянские курсы в Москве. Участие курсисток в революционном и студенческом движениях привело к тому, что правительство приняло указ 1886 года о запрещении приема на все высшие женские курсы. Большинство курсов было закрыто. В 1896 году в Петербурге Лесговтом были организованы курсы воспитательниц и руководительниц физического образования. В 1900 году были восстановлены курсы Герье. В 1905 по 1910 возникли высшие женские курсы в Киеве, Одессе, Казани, Харькове, Тифлисе, Новочеркасске, Варшаве, Томске. Несмотря на высокий уровень преподавания, права женщин, оканчивающих курсы, были ограничены, включая право преподавания в школе. Выпускницам не присваивались никакие звания. Лишь в 1911 году законом об испытаниях лиц женского пола в знании курса учебных заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительниц высшие женские курсы получили статус вузов, и их выпускницы допускались к экзаменам в комиссиях для лиц мужского пола. Кстати, программы женских учебных заведений могли быть признаны равными университетским. Это было актом признания юридического равноправия высших женских курсов с другими типами вузов. В 1912 году на высших женских курсах обучались около 25 тысяч слушательниц. Из них почти 15 тысяч в Москве и Петербурге. После Октябрьской революции высшие женские курсы были реорганизованы и вошли в состав единой системы высшей школы. 28 января 1918 года отряды финской Красной Гвардии вошли в Хельсинки. За день до этого финские большевики Эйна, Рахья и Отто Кусенен подняли в Финляндии Красный Мятеж и объявили страну Советской Республикой. В двухнедельном мятеже участвовали революционно настроенные солдаты бывшей царской армии, расквартированные в то время в Хельсинки. На подмогу им прибыли питерские красногвардейцы. Восстание было инспирировано советскими властями, так и не смирившимися с потерей Финляндии. Число восставших достигало 40 тысяч человек, и они без труда захватили Хельсинки. Регулярной армии Финляндии тогда не имела. Мятеж подавил генерал царской армии Карл Густав Маннергейм. Он очень быстро собрал гвардию, которая в союзе с немецкими добровольцами жестоко расправилась с большевиками. 20 тысяч участников мятежа были убиты и замучены. Еще несколько тысяч умерли от голода и холода в лагерях. Ненавидевший советскую власть, Маннергейм стал фактически диктатором Финляндии. Он пытался отвоевать Карелию и предлагал военную помощь генералу Юденичу. Юденич отказался и был разбит Красной армией. В 1930-е годы Маннергейм занимал пост начальника Генштаба. По его указанию на границе с СССР была построена линия укреплений, знаменитая линия Маннергейма. Благодаря ей финнам во время войны 1939-1940 годов удалось без больших потерь противостоять атакам превосходящих сил Красной армии. 28 января 1986 года взорвался американский космический корабль «Челленджер» с семью астронавтами на борту. В 11 часов 38 минут с мыса Канаверл стартовал космический челнок «Челленджер» с семью астронавтами на борту. В состав экипажа входили командир корабля Дик Скоби, пилот Майкл Смит, инженер-электрик Джуди Трезник, физик Рональд Макнейер, инженер-космонавт Элисон Анидзука, инженер-электрик Грегори Джарвис и Кристина Макольф, учительницы начальной школы, завоевавшая право на участие в космическом полете в соревновании с тысячами коллег по всей Америке. Среди тех, кто наблюдал за взлетом «Челленджера» на мысе Канаверл находилась семья Кристины Маколев и 18 учеников третьего класса, которые прилетели из городка Конкорд, штат Нью-Гемшин, чтобы посмотреть, как их учительница полетит в космос. Через 73 секунды после старта на высоте 14 километров над землей «Челленджер» взорвался, образовав огненный оранжево-белый шар. Весть о гибели космического корабля бытела весь мир и вызвала шок у миллиардов людей. Космическая программа США была парализована. Первый запуск корабля с астронавтами на борту после этой трагедии состоялся только 29 сентября 1988 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok